всем привет дорогие друзья сегодня заключительная серия о том как собрать пряничный домик все довольно просто и быстро вы сейчас все сами увидите но для начала хочу показать еще одну технологию о том как можно расписать частички вашего пряничного домика и также это можно использовать тортиках или в пряниках если вы будете расписывать в общем смотрите мы наносим контур белковым нашим нашей замазкой так сказать это у меня густая то которой мы делаем именно контуры не заливочная часть чтобы она у нас не было мы наносим контур я еще на верхушечку там где мне нужно будет собирать на нашу двойной слой смотрите об нанесла двойной слой и влажной кисточкой я растягиваю внутрь делая тем самым такое плавный переход рисунок у меня в рюмочке там разведенный пищевой краситель и слегка слегка вообще одна капелька такая розонька чтобы у меня вот получался такой розовый цвет я сейчас хочу попробовать эти сделать лепесточки чуть поярче вот да мне вот так вот будет нравится поэтому я возьму отдельно еще капельку пищевого красителя которую буду макать свою кисточку чтобы делать мои лепесточки ярче единственное вот что это только сверху двойной слой и подтягиваем просто влажной кисточкой чтобы ваш рисунок не плыл между собой перед тем как наносить следующий слой лепесточков дайте хотя бы минут пять подсохнуть предыдущему чтобы он успел хотя бы слегка схватиться и тогда вам уже будет удобнее работать со вторым слоем я делаю немножко ярче немножко светлее у нас не бывает одинаковых лепесточков все лепесточки разные я здесь выбрала именно как из четырех листочков свой лепесточек можно сделать с любым можно не делать его вот так ярче можно взять однотонным очень популярны такого плана белые цветочки на тортике если у вас яркий какой-то тортик очень красиво если можно вот так расписать айсингом тоже очень эффектно смотрится на наших тортиках особенно на свадебных это объемно и красиво ободочки я вокруг еще капельку оттеняю пищевым красителем буквально слегка чтобы придать тень и вокруг просто сделаю вот такие вот оба дочки в форме доллара или как это просто завиточки чтобы заполнить эту пустоту вот у меня две моих таких штучки которые это у меня будет крыша вы помните как я показывала как их заливать было у меня еще вот такая вот запчасть очень быстро конечно пролетела нами ну в общем вы еще это увидите на фотографиях я вам все покажу наше самое важное это собрать дом смотрите я еще сделала эти цветочки вот так вот сбоку это у меня будет дымоход дымоход я отделала просто залила айсингом и поставляла туда половинки арахисом это очень красиво получается и вокруг своего пряничного домика по всей окружности я сделала внизу такой какой бордюр и тоже его полностью отделала арахисом не показалось что это будет очень красиво этот фундамент именно отделить на центр своей на боковушку своего домика я наношу айсинг это именно густой айсинг я выдел в достаточном количестве чтобы не хватило сборку дома здесь у меня приблизительно на 2 белка на весь дом уйдет очень много в принципе наношу это я наношу не тоненько у меня здесь разрез приблизительно пол сантиметра так что выдавливается довольно много я нанесла на центр таким движением наподобие как двери закрываются я соединила обе части вот вы видите моя вторая половинка дома тоже отделана если честно рисована я просто очень спеша очень наугад здесь у меня вот видите отломалась но это я доделаю верхушечку айсингом я его делаю уже когда домик будет готов ничего страшного не бойтесь мы все сможем поправить не нужно ничего выбрасывать так что свой домик я разрисовывала очень очень быстро мне не было времени на его особо там росписи как в прошлом году поэтому приходится мне слегка поэкспериментировать на самом деле получается все равно очень красиво очень светленько все что расписано вот так вот белым буквально у меня там вы видели полосочки залитое полосочки полосочки там ничего серьезно нету полосочки капельки все на этом закончилась моя роспись на самом деле будет выглядеть очень эффектно так вот для того чтобы скреплялись наши стены и она наношу на бок на сам центр и потом еще внутри я наношу частично свой айсинг пальчиком я потом боковушки подравниваю с одной и другой стороны во первых это выровняет нашу структуру то есть не будет у вас таких вы легших здоровых боков там торчать ничего не должно и в то же время вы когда придавливаете больше сцепления происходит у вас пряничка с айсингом и тем самым будет крепче держаться что очень важно запомнить не столько проблематично собирать пряничный дом сколько нужно просто хорошенько позаботиться о том что будет поддерживать его пока он схватится то есть вы видите у меня там и заварничек и высокая чаша с овсянкой и кофейник все что высокое такое что может поддерживать мои стены и они не падали в разные стороны не расходились у меня там держит вот вы видите пальчиком прохожусь и внутри и снаружи тем самым придерживая буквально мне нужно чтобы минут 15-20 схватили стены дальше они будут уже держаться сами и потом я смогу свои уже поддерживающие штучки убрать сейчас вы видите заварничек уже убрала от стены и поставила его по центру чтобы у меня держалась крыша вот так вот я на самом деле уже пожалела что я не сделала просто два отдельных домика не соединила вместе потому что крыша немножко начала проседать там где ей не хватало сбоку одной стены но на самом деле она подсохла и выглядело все равно очень красиво я вы видите по бокам там где будет у меня сцепление стенами тоже прохожусь айсингом и сейчас на них посажу свою крышу вот так вот видите по центру у меня такое проборчик остается который тоже нужно сцепить айсингом хорошо чтобы она у меня не разъехалась и держалась как на цементе в общем мы включаем малярная штукатура и вперед вот я прошлась буквально чуть-чуть пальчиком это все прогладил что было ровненько и сейчас как на бортике тортика я просто пройдусь придавливая и отводя свой кондитерский мешок делай тем самым такие как кучу курки снега что ли но это уже будет смотреться очень аккуратно и как отдельная роспись они как что-то такое здесь хочу показать как делаются сосульки сейчас держу просто в руках камеру поэтому отведу попозже и уже будет лучше видно чем здесь вы просто ставите точечку прижимаете выдавливаете необходимое количество айсинга и оттягиваете и сосулька сама знает когда и оборваться и какой длины сосульки она хочет быть и также это зависит еще и от густоты вашего айсинга так как я делала это айсингом который у меня для стен был бывает что он получается чуть жиже чуть гуще и от этого зависит именно и длина ваших сосульки если он у меня был чуть пожиже то соответственно сосульки у меня были погуще ой по длине и простите смотрите у меня там вы видите за счет того что пряничек при выпечке немножко деформировался то есть отходить начал у меня он что не полное соприкосновение у меня крыши с моей боковушкой дома но мы все это отлично с вами можем заделать вот так вот этими сосульками или там просто какими-то вставочками то есть это вообще у нас не проблема не переживайте все у нас будет красиво и не надо думать о том что у вас что-то не получилось последняя часть это у меня будет вторая крыша то есть эта крыша у меня будет покрыта такими в общем покажу сейчас чем я буду подушечками такими покрывать я тоже вы видите там где у меня будет сцепление крыши со стеной сцепляю это я вроде бы все мерила мерила когда выпекала но при этом когда уже начала цеплять мне оказалось что мне чуть-чуть вот не хватает длины крыши так как я хочу чтобы она у меня сидела чуть чуть пониже но на самом деле сейчас я это смогу заделать своими подушечками у меня даже не будет видно ничего то есть я абсолютно спокойно по центру оставляю такой пробой вот мои подушечки такие с молочной срединкой продаются у нас варусе в тв но я думаю это как детские завтраки они продаются в любых магазинах и у вас даже не обязательно чтобы это были именно такие подушечки просто они похожи будут мне кажется на черепицу я провожу айсингам полосочку на него просто аккуратненько цепляю без всяких проблем она пристает не отпадают они легкие и ничего страшного не происходит прошлый раз я делала из мастики кружочки выемка и делала от кондитерского мешка другой стороной кружочки и делала как черепицу тоже разноцветную но если честно я на это потратил намного больше времени чем вот так вот выложить подушечки поэтому не захотясь мне очень с этим тянуть вот к сожалению я сейчас просто вообще не успевают до конца вот вам показать это видео потому что я отправлю сейчас в домик вот так вот подсохнуть потом я его поставлю на подставочку мне ее принесут только завтра и тогда уже прицеплю боковую свою часть там где у меня башенка с крыши еще одна и уже может какие-то еще мастичные детали пределы уже буду смотреть походу вот и я скорее всего обновлю это видео и тогда уже у меня она будет с другим окончанием но вы смотрите у меня на канале или можете добавлю отдельным видео уже то что у меня получилось но я просто хотела что уже вот-вот скоро новый год чтобы вы понимали как это собирается собирается это просто и смогли и успели все сделать сами вот то что у меня сейчас готова вы видите у меня чуть-чуть не хватило моих подушечек я их по бокам еще потом подцепляю и там у меня с другой стороны еще чуть больше не хватило меня этих подушечек там будет у меня дымоход который я вот это отделяла и вы видели когда при выпечке я делала такие маленькие штучки для верхушки дымохода две наискосок и одна маленькая одна большая сейчас покажу вот чтобы их можно было вот так вот наискосок как бы она цепляется чтоб казалось более ровной от крыши там вы видите мне не хватило немножко подушечек это да скрепляю уже завтра и собственно мой домик будет готов еще внизу я залью лазурью как бы снежную кучу гуля возможно сделаю ну в общем стал постараюсь вам отнять показать уже конечную конечный вариант что у меня получилось а вы пробуйте сами у вас обязательно все получится присылайте мои мне свои фотографии вконтакте в одноклассниках буду очень рада вашим фотографиям что у вас получилось с вами был кекс ставьте пальчики вверх люблю целую пока пока